Начнем знакомиться с нововведениями, с хорошей новостью. С 1 ноября бывшие пилоты гражданской авиации, работники угольной промышленности, начнут получать повышенные пенсии. На 50% повысится и выплата для тех, кто работал на Крайнем Севере. Прибавка также ждет пенсионеров от 80 лет и старше. Доплата равна 100% размеру страховой пенсии или 7,5 тысячам рублей. Новая льготная ипотека вступает в действие с этого месяца по 2% годовых. Можно взять кредит на покупку жилья в арктической зоне. Получить деньги смогут учителя и медики со стажем не менее 5 лет, молодые семьи младше 35 лет и переселенцы с Украины. Вводятся штрафы за навязывание страхования жизни или квартиры при покупке автомобиля или его страховки. Теперь за навязчивые действия физических лиц ждет штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. И еще одно нововведение для любителей российского автопрома. Водителя обязаны установить на свою машину антиблокировочную систему. Она предотвращает блокировку колес при сильном торможении. Таковы требования нового техрегламента. А вот с 3 ноября россияне смогут провести банкротство без обращения в суд, если их задолженность составляет от 25 тысяч рублей до миллиона. Повторить эту процедуру можно будет через 5 лет, а не через 10, как это было прежде. Дмитрий Дроздов, День с толком.